Вот если ты пойдешь к Собчак, ты как бы измажешься. Вилкой потом в глаз после таких шуток. А завтра меня сожгут в том камине. Вмешайте мой прах с детской столовой, чтобы все дети поели кашу вместе со мной. Определенной нации, определенный юмор. Открытое поле. Хоть комбайном иди и шути. Про инвалидов. Про геи. Про карликов. Мы обязательно обидим. У нас в крови танцы и песни. Нам нужно просто жить, наверное, в другой стране, чтобы как-то по-другому шутить. Я реально не понимаю. Мне кажется, у нас хорошее интервью будет, Саша. Вы не представляете, сколько я охотилась за этим героем. И дело это не зря, потому что все-таки, я надеюсь, мы сегодня встретимся. Мне кажется, что самое интересное, о чем можно поговорить с Сашей Гудковым, это о гранях допустимого. Потому что, на мой взгляд, он главный эксперт в шутках на грани. То есть, вроде бы совсем системный, а с другой стороны, всегда умеет найти вот ту грань, не перейдя двойную сплошную, чтобы пошутить так, чтобы всех захватило. Но это было пока еще безопасно. Вот об этом и многом другом. Я надеюсь, мы сегодня с ним поговорим. А вот он я. Легендарный, мощный, стойкий, мега-мага. Ну, Сима, привет. Что, на ногу тебе? Вот, главное, на ногу не наступим. Не поссориться, да, ты думаешь? Давай, ну, давай мне. Ну, давай. Е-е, наконец-то. Все-таки беленькие кроссовочки. Это специальные для тебя все. Ты цвет волос специально к нашей программе? Ну, я, наоборот, убрал. Мы были, я был белым, некрасивым, и только кошачьи волосы испортили мне волосы. Мне, кстати, тогда больше нравилось. Сейчас такой не очень определенный, правда, цвет. Ну, как бы, видишь, Пороша, покрыл мне Пороша. Но стричься здесь, я так понимаю. Это вообще восстанки на меня обрели, потому что не было возможности успею ехать сюда, в нашу Мекку. В нашу волчье логово, я называю это. Так, ну, у тебя же своя, своя жизнь. Зачем восстанкину стричься? Ну, потому что снимали вечерний орган, тут же я у Юли бы просил, что давай, болвань, не могу больше быть с белыми волосами и чувствовать себя Гошей Полянским. Прости. Ну, если честно, я, кстати, тоже, вот, когда ты говоришь, поехали, вначале покажу тебе свой большой бизнес. Я первая, у меня мысль, что ты сапожник без сапог, потому что у тебя вечно на голове, понимаешь, прости, какой-то пиздец происходит. Именно там, везде, в остальных местах все в порядке, понимаешь? Вот как так? Ты же должен, наоборот, себе модные стрижки, выстригать себе бородки. Я же расскажу тебе, бородка, во-первых, у меня не растет, чисто гормонально у меня такая лазерия, как я называю, лапки мух, знаешь, когда в советских гастрономах висели эти липкие ленты, мухи отпадали, ножки оставались. Ну, он так классно, у тебя это вот не растут волосы? Ну, нет, ну, вот, видишь. А можно потрогать? Ну, пожалуйста, смотри, у меня там… Это нежно, это же прекрасно, меня пугают вот эти люди, которые четыре часа себе какую-то херню вот здесь вот востребят. Есть такие люди, сюда приходят. Это страшные люди. Ну, это в основном… А вот это махнорылы, ну, это пипец, вот как вот, целоваться, это же невозможно. Ну, это же вторичные половые признаки, ты знаешь, это же заводит людей. Ну, как вот целоваться с человеком с такой бородой, вот я не понимаю. Ну, как и с этой, ну, так, здесь как будто с младенцем, а там как будто с мужчином. Нет, тут нежненько. Кто интерьерчиком занимался, стилом? У нас есть специальная девочка, она делает все наши интерьеры и вообще… Старый рояль. Ты играешь что-нибудь? Нет, я играю на баяне, если я вам сыграю. Ну, приглашайте, я вам буду. Ну, у нас здесь иногда приходят… Мы их используем как, как сказать, как тебе, как сакс-цены. У нас Мусь Татибадз здесь иногда пела. Мы делаем барбершоп некое первое. А вы делаете тут какие-то тусовки? Ну, так, редко, но нет. Ты свои деньги вложил, честно скажи. Да, конечно. Да, конечно. Ну, нет, ну, что за лицо ты рекламируешь, ходишь Дима Гудков, показываешь адские прически. Тебе за это платье. Смотри, нет, дело… Во-первых, мне нравится мизансада, что я стою на ступеньке, и я как бы выше, и так вот я с высокой. Дракона, подожди, как тебя назвали твои сотрудники. Дело в том, что на мне экспериментируют. Я иногда раньше, сейчас уже нет, даже устаканился, как сказать тебе, коллектив, главный мастеров. Раньше, когда приглашали новых, я всегда к ним первым садился и стригся. Если нам не нравилось с ребятами, с учредителями, то как бы, ну, что-то ты не очень. Ну, и вот у меня были странные горшки, кропы, так называемые андеркаты. Помнишь, такие модные были, когда у фашистов… Ну, у тебя, кстати, был классный вот этот боб, когда у тебя вот такой был выстрежен. И боб, все, да, да. И вот этот вот вакула, это все классно. Но белое было офигенно. Ты прям такой был модный немецкий порно-актер. Да, реально. Неплохо, да, модный. Модный, прям такой я-я, да, с фантастией, прям хорошо было. А что-то вот… Нет, белое мы красили специально для Киева, мы делали клип с ПБЧ, мы хотели чуть вообще, мне в брови убирали и волосы, чтобы, ну, как бы, не было похоже на Сашу Гудкову с, как ты говоришь, с челкой Кобзона. Хорошо, то есть ты вложил свое еще? Естественно, мы трое, мы с учредителями, мои друзья в Назим Андрею, они чуть главнее, я чуть поменьше, потому что они… Назим Андрей. И я. Кто самый главный? Назим Андрей. Назим Андрей – это один человек или два? Нет, два человека. Не могут быть два человека главнее. Да, посмотри, да, мы троем, мы троем. Все, мозг мне не дурил. Да, все, мы троем. Кто-то вложил три с половиной миллиона, один инвестор. Это был, судя по имени, Назим. Нет. Вот из вас троих, судя по имени, самым богатым должен быть Назим. Не знаю почему. Ну да, потому что это азербайджанец. У нас еще есть еврюша. У нас есть еврей, это Андрей. У нас есть… Евреи – это Андрей. Азербайджанец – это Назим. И я, вот, Мар-2, перед тобой стою. Так, мне кажется, самый богатый – Назим. Да? Ну… Ну, честно скажу. Я сейчас думаю, что… Ну да. То есть три с половиной вложил он. Ты просто… Откуда вложил три с половиной? А я очень, блядь, готовлюсь к интервью. Там, в ранних ты потом соскакивал с этим, но в ранних интервью ты говорил, что у меня есть инвестор, он вложил три с половиной миллиона, и я там что-то добавил. Ну… Ну, это не инвестор, это наши мои друзья-соучредители. Мы проем здесь. Назим, Андрей и я. Так, сколько вложил Андрей? Боже. Ну, три с половиной миллиона – это вначале мы все вложили. Оказывай, ты, ты. Это моя тоже есть доля. То есть у всех одинаковые проценты? Нет, у меня меньше гораздо. Ну, а ты получаешь уже прибыль? Конечно. Ну, вот как бы с волос-то что? Ну, а нахрена тебе получать прибыль с волос, если ты пишешь лучшие шутки в стране? Да подожди, здесь… Это совершенно другое. Здесь я ничего не думаю, я вообще, когда прихожу сюда, для меня это некое отдушино, потому что я не думаю, не нужно ничего коряжить за себя, не нужно ничего думать, не нужно ничего исполнять. Здесь только, ну, какой-то… Вы думали, в общем, об этом месте? Наверное, ребята-то, может быть, на зиму Андрей, думали о какой-то прибыли. Я-то такой человек, который как бы повелся, да-да, ребята, все сделаем. Ну, подожди, ну, мне кажется, у меня самой там был ресторанный бизнес. У меня всегда вот это соотношение… Нет. Потому что ресторан – это очень сложно, потому что СС нормы, это очень много всякой бюрократии, которая тебя закрывает, закрывает, там очень нужно много воплотить всем. А тут только одна. Если… Ай, нет, только пожарные инстанции. Остальное – и все. И волосы во время выкидывать. Потому что их нужно сжигать, знаешь… Сжигать волос? Нет, волосы не выкидывают, они неразлагаемые. Даже зачем их выкидывать? Это вот… Их собирает специальный человек… У нас сейчас sustainability, ты знаешь? Да, sustainability, да. Надо отдавать на парики. Зачем выбрасывать? Это не… Продавать. Вот обрели человека раз, а какая-нибудь потом Виктория Лопырева, херакс, косой… У нас нет таких длинных волос, чтобы сдавать Викторию Лопыреву. Бороды. Но подожди, нет, мы как бы все это сдаем, это все как бы кремируется, сжигается, потому что, не знаю… Ну, иногда… Я ржу, что иногда их набивают сердца в Икеа, знаешь, такие с руками, которые не покупают. Почему их не покупают? Потому что там волосы со всех барбершопов. Такие мягенькие, хорошие. Но, действительно, я бы отдавал этим волосы куда-то набивать, но это все не экологично и не по асс-нормам невозможно. Волосы нельзя. Хорошо. Вдруг их могут, как говорится… Вообще раньше говорили, что волосы растаскают головы, построят гнездо, и ты облысеешь. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха… Володь, можешь сделать мне красиво? А то так слишком близко получается. Давайте я на свою камеру только сделаю. Не-не-не, давай вот на этот телефон. Тут света мало. Да, так в этом и смысл. Давай устроим моему телефону стресс-тест. тащит тащит хорошо тащит наш те говорила оптика лейка это кстати многое объясняет это вообще хорошо оптика лейка да это круто профессиональная оптика да нет тут не просто оптика тут вон смотри вся камера инновационно сейчас супер чувствительный зон просто круто меня тоже понравилось для фотографий то что нужно смотри супер детализация и днем и ночью слушайте более чем и это друзья еще не все теперь в хуавей доступна бесконтактная система платежей можете добавлять свои карты и спокойно расплачиваться теперь у хуавей свой магазин приложений который адаптирован под нас и для нас теперь это не только новые технологии но и полная свобода свобода выбора последний вопрос где купить пока это эксклюзив для меня но ты уже можешь сделать предзаказ скоро он появится в продаже все подробности по ссылке у меня в профиль мне просто кажется что не соотношение не соотношение заработка наверняка большого с того что ты делаешь творчески в своей работе и барбершопа ну то есть это зачем просто тебе очень важно было из-за того что ты но я знаю что ты там начинал совсем из низов и у тебя была семья в которой тебе приходилось начали там зарабатывать в какой-то момент и так далее зачем это тебе нужно чтобы было вот знаешь какой-то тупичок до чтобы вот что-то приносило деньги даже если завтра заболеешь я потеряешь дар шутить это даже и по моему у меня нету не было вообще задней мысли когда мы это открывали мы просто хотели это делать потому что тогда в москве этого не было только был чоп-чоп вместо райт и было три сегодня наш открылся что это не про деньги была история история про то чтобы создавать место где можно было собираться и какой-то некий некая комьюнити некая семья возможно но потом уже уже мои на зиме андрея стали чуть-чуть богаче я тут как и саша дрдд алёша можем нас ездить рядышком и crossfit здесь очень хороший район здесь у вас стрелка да потом вот здесь вот если ты придешь туда рядом это серф кофе тоже наш ада да класс вообще что-то бумажка прилипает как будто как в гэге вот я обожаю тупой юмор такой я обожаю я вообще ну я единственное прямо считаю что это круто что ты смог это пробить пусть вот в таких объемах на федерал очку вот в таких но все равно они есть это лучшее шоу для тебя котик это лучшее шоу где ты напротив король хипстеров нет а кто кто король хипстеров россии давай хороший хороший вот да у меня плохих там и не верно все это уже знаешь старый конь борозды то не испортит хочу унизить человека не могу вспомнить кто это а вы уходите как быстро до свидания мы платили 10 минут здесь посидеть знаешь да ладно это все все настоящие шутки шутки ребят это неудачные шутки собчак это она пытается шутить как бы на уровне получается пока так себе и главное не перешутить я буду про король про края хипстеров королей хипстеров ну типа паша воля ну что-то да есть да ну да чутка есть немного вот ты король хипстеров звучит ты тоже немножко уже такой ретроградный конечно я тоже молодежь все совпадает просто не могу апеллировать тебе ничем никак не приходит в голову кто что снимаем про кофе осторожно собчак знаете такое вот а это вот мы вы знаете кто это сегодня в нашем выпуске король хипстеров босс еще шоумен так я даже заплачу какой-то доход вам принесу хоть ребят да я прошу удивлены чтобы я еще где-то заплатил такая просто не знаю честно как это вот делается берем телефон записи все мы готовы спасибо девчонки заходи вот у нас от ремонт пойдем подвал пойдет конечно как живет вот главный шоумен слушать им рассказать и посадан это слово шоумен хоть я использую тот даже охраны нет под нет тут же в битвом двор такой сейчас и тут у меня жил бомж я его не выгонял он очень интеллигентный он знал пин-код от подъезда и я покажу он там поставил стол я сейчас покажу да ладно да 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 он я ему не выгонял потому что я понял что очень холодная зима в том году была она и и острыми если бы я она вы с ним и рыба я вас не пугаю когда прихожу ночью даже они страшно без охраны жить смысле что кто в доме ну когда нету консьержа могут же ломануться в квартире за год его по твоему я поставил ковер этого стул да 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 то есть вот тут конкретно живет бомб ну сейчас он не живет этот ушел может быть он уже не жив но раньше вот здесь он спал здесь вот тут справа ты ковер его постили это ковер уже не я поселил стол и в стуле все выносили какой ад саш вот мне кажется что любому человеку в нашей стране понятно что есть некая четкая градация юмора вот что можно в телеке что можно в интернете что можно дома что можно в курилке и это как-то само рождается что к семнадцати годам уже примерно ориентируешься где что можно вот смазать годам своего примерно да и мне кажется что ты вот мастер вот этого процесса не перехода двойной сплошной но шуток на грани то есть когда еще можно но уже страшно вот как ты считаешь откуда берется вообще этот внутренний ценз это что внутри человека или это же не указание за п приходит да вот как можно где шутить но как-то это всем понятно почему так в личном моем конкретном случае мне как тебе кажется да ну ну вообще ой говори в общем я если так думать то это скорее всего опыт я не сбок ты барахты вдруг стал вот таким 17 лет ты рассказала что я даже с ним разговаривать не буду ну у меня не было ну мне казалось все считали что я веду себя не только провокативно но эпатажно и очень много не не то что все почти не принимали что я выдавал наверное и все считали это фриковат но фрика за free хорошее слово в этом отношении фриковатым и нет мира всего до такое было в течение некоторого времени и как это было и в кого не и потом и на вечернем органте и в камеди вуман постепенно привыкали люди я нарабатывал понимал что работает где что можно и потихоньку 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 вот как моя ученица по алгебре геометрии нареживаем рюкзачок складываем честно скажу тебе вот сейчас мне 36 лет но я получаю колоссальный стресс ведя мероприятие но мне не это не нравится лично внутри и думаю почему я должен сейчас быть здесь если я могу быть допустим тоже комедий волн лучше я придумаю 8 номеров на девочек и буду с ними общаться чем я буду сейчас сидит переживать что то ли я сказал не то ли я сказал и не могу я начинаю ощущать как будто мы вот так мы выступали в квене мне не понимал почему нас оценивают эти лю ну оценивают оценки выставляют вот пять человек и они но вы же не знали сколько мы съели какашек до этого сколько мы прошли там допустим стадий редактуры что мы дают для этого сделать чтобы выйти на сцену я не понимать там четыре или три я понимаю но а тем кого был не смешно 5 и ногу ваши субъективное мнение и мне вас время это вызывало обиду так и здесь тоже я стою виду мероприятия понимаю что и на всех заходит мой голос и всегда ходит мой юмор якобы почему я здесь стою ну почему ну ну это же не главное в жизни так что это за уютная штучка и вчера у камина в этом будет прекрасно ну что жизнь продолжается все есть и никого вокруг все есть но как купить ну что очень удобно а главное цены смотрите ниже чем европе на самом деле нет никакой проблемы забота о своем здоровье и здоровье своих близких сейчас превыше всего но все самые новые коллекции доступны в один клик здрасте все нет здравствуйте ваш заказ спасибо все меры предосторожности на уровне доставка бесплатная оплата после примерки здравствует коллекции весна-лета ну что ж друзья пандемия пройдет и жизнь продолжится она уже есть в чем выйти в люди все подробности по ссылке в описании профиля с тем багажом наверное как бы это сейчас не патетично звучит пришел в высшую лигу к вен пану к ванне и в комедии вуман но это это понимаю что элемент это говоря словами горченко элементарная привычка не сразу и воспринимали я думаю дань поперечный сразу воспринимали антоху лапенко которые безумно люблю долгополова саня долгополова вообще да вот они долгополу еще привыкают это еще процесс привыкания поперечный стал уже царь горы он собирает российские огромные залы это все классно но привычка да еще вопрос нравится не нравится просто мне всегда интересно как в обществе вот на массах это распространяется помнишь как в джокере там главный герой обвиняет что общество почему-то определяет что смешно что не смешно да когда вот он приходит к этому комику в студии то очень хороший образ того что действительно кто определяет что смешно и не смешно тут конечно куча ответов потому что если допустим лично для меня субъективное мнение это моя это это моя личная мораль где я могу что-то пошли где-то не могу народная мораль есть я не сейчас поймешь почему да есть она немножко других 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 границ как бы народ не живет так как думаю я окей хорошо это как-то высловался звучало да да высокомерно нормально хорошо тебя обосрут в комментариях и меня тоже а по поводу смешно не смешно как заставить общество понять ну как почему вот смешно и не смешно блин я не могу наверно это определенным нужно определенном времени окей хорошо ты согласен что ты вот я для себя тебя определяю как эксперт по шуткам на грани дозволенного ты можешь согласиться с этим потому что есть гораздо прогрессивнее в этом прогрессивнее тоже может быть за грани нет именно на грани ну да и и и за грани и на грани вот эксперт именно на грани кто еще если но я наверное больше варюсь в котле странностей тех экспериментов со словом эпатажность наверное или эксперимент со словом ну кастрюли со словом а почему бы и нет вот а почему бы и вот так не попробовать я не эксперт в области вот ходить по грани вот политического какого-то юмора или вот юмор который объезжает конкретную эту личность это все но ты часто часто можешь обидеть но не обижаешь или ну вот кроме мартиросяна что общего у моего клипа цвет настроение синий и простаты мартиросян и там и там 30 миллионов просмотров я снимался сейчас у гаррика мартиросяна появился новый стендап ты не сходил на него но вообще по веселье после простаты позвал подошел расскажу тебе эту историю смотри какая история по всем по москве теле плакаты новый мартиросян он выступать из жанра стендап я к сожалению не был там был ваню я еще не спрашиваю мнение филипп записал эту шутку вдруг у меня звонит телефон я виноват я виноват про твою простату такое сказать это саша гудков во всем виноват гудков заканчивался весь стендап роликом я так понял что гаррика скажу что у него есть есть блок целый провод эту шутку про простату что я пришла и приходил изменялся что-то там что-то в этом роде и в конце у него когда выходил со сцены на некий как будто и пошел видеоролик как бы я должен был быть тем кто соседа зачинил и я стоял снимался реально в шубе говорил но это он гудок это все придумал ну да это все за простату я снялся это реально так было и в конце все было классно все смеялись все здорово и вот мы тебя вырезать тоже не переживаешь пошло на дело говорю ну я тут только за но мы же тебя вырезали вот так вот это может а медь за простату гарик но я очень рад что вы меня вырезали я там много смотрю американских комиков вообще ну я не могу сказать что там не очень близок в целом американский юмор но мне нравится их свобода шутить вообще на все темы про инвалидов про карликов про болезни про рак какой может быть ну вот в этом году у меня было шесть раков да рак обеих щек моя любимая да да есть куча способов обнаружить рак члена можно дрочить ну и все купите пожалуйста ленточку почему у нас это зона где чек прямо не может пройдет полка двух концах у нас можно шутить очень плохо про геев там же не там невозможно про трансгендеров что для нас здесь это открытое поле пожалуйста хоть комбайном иди и шути и тебя будет привет или сексизм это женская конечно чеческая поездка у нас это можно прямо мету главная тема для шуток там на западе это же вообще невозможно на суд можешь это как-то формализировать и сказать в чем это разная мораль вот как не на примерах а вот почему у нас так про геев можно про женщин можно но нельзя про инвалидов и ветеранов войны а там вот так я сейчас я начинаю просто ну сейчас супер наверное общий ответ мне кажется это заложено в нашем случае мы заложено вообще с корнями вообще у русского человека смотри допустим если такой пример привожу совершенно не юмористический допустим есть проект популярный на тнт танцы он гипер популярный проект песни допустим популярный когда-то меня позвонили станет искали давай делать проект про моду такой же мода я сказал что проект никогда не пойдет в россии потому что у нас в крови нет слова мода мы и от допустим мы там с 11 века мы плясали с 11 века там здесь от меком и пели у нас в крови танцы и песни но мода как таковой моды нет он ник она никогда у нас не мог бы она есть пределах цау допустим все и тут же вот и так и такая же тема игра ну здесь еще влияние времени допустим вот в 2008 году говоря мы бы с тобой могли пошутить и нам бы ничего не было и на нас бы не написали с тобой петицина орг . что мы оскорбили дельфинов под дельфинов или оскорбили там чувство ветеранов или там еще кого-то или допустим раковых больных сейчас же это невозможно даже произнести давай допустим даже про это сейчас чтобы как-то поговорим все равно это потом перевернется а кого-то человеком обязательно обидим тут нас обвинят в русофобии там обвинят нас в нетолерантности того что мы вообще произносим раковы больные потому что они не больные потому что они такие же люди как и мы это все смена очень больших очень таких каких-то суперфакт ты можешь объяснить вот я пытаюсь я это понимаю тоже у меня этот внутренний ценз есть поэтому словно когда я шучу дома там не знаю идет платон у него на отъел себе щеки я господи какие у тебя щечки это же мечта блокадника и мне там мой муж говорит слушай вот я сейчас тебя сниму и life news тебя как телеканал дождь и я понимаю что этот юмор я могу только дома и ну то есть это неприемлемо на такую тему болезненную шутить нам нужно просто жить наверно в другой стране когда бы другому шутить можно это как то структурировать до структурировать как давай допустим так скажем что определенным определенной нацией определенный юмор юмор который мы заслуживаем давай так это назовем потому что печально но наверное в этом есть правда потому что это сейчас мы живем в том времени к юмор который мы заслуживаем я уверен что через четыре года мы с тобой встретимся опять другая будет градация она будет еще мне кажется хуже вот гайки закрутил точно да песня посвящается царю батюшки который вечно будет жить в моем сердце пытаясь вернуться сформулировать твой начальный вопрос и не ответил я не ответил но ты сейчас подумаешь что я поверхностные как будто этот по верхушкам поскакал какая тебя разница что эти подумают я хочу с тобой быть откровенным наверное в этом отношении того что ты не импонируешь ты знаешь один человек не сказал что прости господи могу тебе сказать это конечно как бы сходить вот если ты пойдешь к собчак ты как бы измажешься вот такое мне преднесло даже выставляешь и данила поперечными комментики пишут привет дай меня это больше даже завело в этом отношении потому что мне кажется что ты не такая с тобой как бы в этом отношении в тебе есть самая ирония что сейчас все реже 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 встречается можно ли переучить людей вот ты говоришь к твоему юмору люди стали подстраиваться в начале там ты оказался фриком и уродом и вот это в отношении говорили он сумасшедший не дружи с этим мальчиком он тебе вилкой потом в глаз после таких шуток а потом ну смотри я тебе скажу что да потому что течение сколько там лет семьи в том же к воене мы долбили одну и ту же ну так одинаково же выступали и уже перехотели играть у нас потом вот вот сейчас норм почему-то не так сказал так может быть это вопрос что время больше об этом шутить чем больше как бы но вот не знаю вот был скандал с твоей подругой с наташей медведевой кстати знакомьтесь это моя средненькая она к вам не с пустыми щеками у меня полный рот скандалов когда она сказала эту шутку про вот холодок пробежал это дух карбышева до дошел сзади и приобнял тебя начался дикий скандал ну на мой взгляд совершенно несоразмерная я объясню и автор этой шутки нет это замерзший дух генерала карбышева он подошел к тебе сзади и приобнял ты автор это шутки и когда наташ я признаюсь потому и для меня был это был ликбез чтобы люди хотя бы узнали кто такой генерал карбышев потому что я писал по нему реферат я знаю как умер генерал карбышев и с ним очень много не так так уж смерть выбрал не только генерал карбышев никогда это 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 шутка прозвучала в 2013 году и и нашли сейчас в восемнадцатом году и когда наташа и и говорила естественно она не понимала про что речь в виду никто вообще не внимание обращал ну гудок придумал какую-то фамилию смешную наверное так она не понимала я так и честно закладывал про то что я знал всю историю генерал карбышева и чтю память и вообще но ты понимал что был был будет такая реакция и потому что я понимал что это будет весело по от того что это это шутка не в коем случае не затрагивает тему войны она затрагивает некая подохну это вообще шутка о неком привидении которая обняла девочка которая вызвала что-то там сзади обняла девочку и конечно здесь можно перефразировать в наше время сейчас вот когда мы живем 2019 20 уже в другую году все вот наш с тобой интервью могут перенуть так что мы с тобой обсираем власть обсираем карбышева обсираем что-то в этом роде я прошу прощения о все что пережила там наташи медведева и она мне писала и я все камни даже налететь мой огород потому что как бы я вложил в ее уста эту репризу вашему брать не дикость была про я просто горю внутри огнем когда вижу вот это вот этот нелепящий бред по поводу карбышева по поводу всех потомков ничего не стоит вот сегодня мы с тобой как бы как это за королем хипстеров а завтра меня сожгут в том камине как это было у нас был выпуск колпыша и мы читали шутки которые присылали нам наши подписчики ютюбер и мы считали самые плохие шутки там шутка про рэмдигу рэпера который не ходит это я да что ходит в слухи что-то в отличие от рэмдиги чем отличается рэмдига от слухов о нем чем слухи ходят в начале в одночасье просто и я не у меня сгорел день ну все мы как бы у меня вот разыграли мою жопу на ростовской колонии меня подкладывали что мол как тогда про инвалидов мгновенно весь образ конец и там саша гудкова который позитивный чувака который солнечный пиздодунчик который вот он веселится и садом подвякивает гиены там при ване и все мгновенно я устал причем еще затащил туда дениса джигана который тоже мой лучший бро прости меня потому что денис вообще пошел потому что очень добрый человек и мы всегда его зовем во всякие наши авантюры соглашается может быть до конца не особо вникает в то что говорит но эти не кажется что вот почему эти задаете вопросы мне кажется что там ужасная русская лицемерия потому что мне кажется гораздо больше лицемерия в том что мы например к инвалидам относимся ой проезжайте вперед вам дверь подержать я согласен с тобой потому что в этом и есть то самое равноправие за которое борется ребята которые которые на коляске которые прикованы там допустим кого-то нет ноги там руки отношение к ним как к равным их более ну и ну и нужно вот такое отношение и я как бы всегда за это и стараюсь об этом говорить но но это вот ну вот это культурный код как на поминках понимаешь вот у нас поминки это всегда плакальщики это все все вот понимаешь странно даже может быть можешь классно с речами вот там меня так случилось что я была у друзей на церемонии прощания тоже в другой стране но опять же в америке да не хочу всеми противопоставлять но так получается люди говорят какие-то речи про человека что-то смешные какие-то эпизоды вспоминают а здесь это вот обязательно все должны заплаканы меня быть у меня было в этом году совершеннейшее страннейшее я тоже сейчас расскажу я никогда не был в крематоре у меня в мае умер друг от пневмонии это же как и совершенно стране что он был федор винятин наш автором в петербурге и мы из риги поехал на 9 мая мы быстро собрали вообще в каком-то шоке в хаосе кто мог поехали ребята поехали на прощание он потом его везли в уфу прощение в петербурге в центральном крематоре и там собралась там человек 100 наверное в этом таком зале прощания я никогда не думал что прямо крематор в люди прощаются также как в загсе то есть выходит некая женщина такая же для меня это было дико смешно потому что вышла женщина которая это делает каждые 15 минут с черной папкой и начинает патетично просто ты не была я не шучу не было мы сегодня прощаемся с прекрасным человек и просто у меня я игру сейчас если много встанет из гроба и он просто даст ей по башке прошу пожалуйста чтобы серёга он просто был таким смех о чем серёгин последний речь была такая когда я умру смешайте мой прах детской столовой чтобы все дети поели кашу вместе со мной вот и вот это было серёга и когда это женщина человек этот политичную речь которая она ни капли не сочувствует просто этот номенклатурный номенклатурный текст которую надо причёска и чёской прозов только в черном вот то же самое только в черном я просто думаю боже таки наш катафалк был не да нет ваш катафалк был еще как сказать просто сосалкой на это на этом торте сладости понимаешь и она включила потом подай подбежала почему вы все молчите по такой наш она ходила создавала вот нагнетала атмосферу печали скорби вот это вот кручина это до слова который в нас кручина что же рано покинул нас во всех оба понимать что лежит совершенно еще молодой парень который принес мне дождь там лежать у всех так ком в горле не хотим мы служили эту женщину не хотим и подожди она подбежала и включилась или члендер на 5 дисков 2019 год или там сидит члендер она включает это диск и там начинается не уходи побудь со мной и все начинается это просто улыбка от самой ужаса того чего как бы как прощается это современный парень ему 33 года было он не хочет уходить по днюхать и побыть со мной это эмигрантский какой-то ужасный роман понимаешь и тут заезжает сидит чендер у нее вот такая вот начинается я не шучу и все за ржут начать отражать от того что минога свел диск дыркает их минут слава богу минога пришел ноги свел эти треки слава богу всех вот у меня это просто как как от 3 кинула прошу я стоял там ну у меня текли слезы от всего происходящего я просто от не то что даже серега умер от того что сейчас тоже город в коровском кора от того как мы его хороним он не так это хотел делать не так это было и когда вот это все свершилось она побежала выключать это диски у всех улыбка но став вот юмор который в очень черный реальный умер человек но так всем стало легче что все вот реальный пример того что с этим жить легче с этим надо жить потому что блять это говорю серёжа мой друг не должно там лежать в этом гробу но блин я понял что мы идем по какому-то правильному руслу давя вот именно вот ту частью как будто вы затрагивали как ты говоришь не переходя то что можно перейти как будет потом вот поэтому как бы идем по тонкому этой дощечке который коза на поле закончится я упаду я уверен когда-нибудь даже может после этого интервью мы с тобой будем в гиене огненной где-нибудь вариться в одном суп мясо супе но я более на нижних уровнях извини пока мы пока я гриша вадик это мои ближайшие друзья и составляющие этого в кавычках бренда саша гудков боже ужас да короче пока мы идем верной дорогой пробивая вот кстати это классная же формулировка это же тоже про то что может быть у нас как бы даже любят выбивание слезы коленом да это же про его жизнь прекрасно помнишь про концлагерь где маленького мальчика он ведет по концлагерю папа или рассказывает как будто они в какой-то прекрасной сказки с фашистами этот слезы все время хотя это очень трогательное кино да но трогательный не за счет того что там музыка нацисты холокост а потому что вот человек пытается ребенку создать волшебный мир вот в самом диком месте проецировал на себя неужели я являюсь я объясняю ребенку что все хорошо как будто праздник нет ну понимаешь вот такая любовь к угрюмости и к вот такой раз печаль до конца опять же все наши в это все генетика наверное все вот в этом славянском каком-то вот это вот это кручина это скорбь мы должны страдать обязательно должны не улыбаться где где нельзя улыбаться вот это мне больше всего мне всегда смешно вот и на самом деле ваня орган то такой же человек он когда мы такие пишут мемориумы он не может сдержать смеха потому что год и не могу себя чувствовать серьезно в таких ситуациях он будет колется постоянно ну там допустим кто-то там ушел гафт дам еще что-то нужно писать на без это мемориум в конце в эфир выходит в речь нормального человека но до этого он где не могу от себя реально сдержать внутри все равно есть какой-то вот это вот я не знаю кто этот джокер который ситуация это вроде страшно но хочется посмеяться другой вопрос на другую тему вот мы говорим про понятно в нашей странице зура понятно что половина классных шуток для органта не пропускают жалко что так это реальность которой мы живем объясни мне почему тогда ведь юмор это зайка моя скажи отстань уже от него отстань уже все хватит пытать злобная сука уходи он измажется очевидно что смех серьезнейшее оружие почему у нас не создадут тогда где-нибудь в недрах а.п. какого-то человек не дропы не задорного все сводится к тому что юмористы на телеке ищут эту грань допустимого где можно пошутить про медведева путина поклонскую еще кого-то так чтобы ничего не сделали сверху но и было бы смешно всем понятно дороги в стране как машины ну как вы не понимаете в зале сидят солидные люди скажите спасибо что путина нет путина нет я же говорил он не существует хватит хватит отставить путина отставить путина а никто не ищет условно не задорного который бы про пиндосов про тех кто ненавидит крым про навального но смешно талантливой так чтобы люди ржали почему этого нету можно же такого чека создать и шутки такие создать но подожди но я допустим недавно у руслана белого были был такой ход в его стендапе когда он шутил от как будто он был бы если мы был бы про путинский юмориста и он и я не там примеры но было в коза в зале такой шепоток соболь когда я вращат на диване вообще мой внутренний мой ребенок и взрослый и подросток вообще мимо именно супер политического какого-то памфлета или сатиры потому что внутри меня как такового нет этого человека я понял путина не надо про и еще разницу юмора ты говорил про свою поиску в японию что ты в восторге от этой страны ты как раз было одновременно со мной и что там так круто я тоже была в восторге абсолютно невероятная культура и так далее но там же вот с одной стороны тоже другая ситуация от америки россии все очень правильное эстетство все вот знаешь это анда стейтед лакшери все круто и при этом самый первертный какой-то извращенный юмор то что адов почему так как это этого не хватает жизни этого не хватает у них в ну почему а самые большие извращенцы наверное японцы в сексуальном плане допустим купить те же самые трусы и там можно же вообще порно японская японская порно это рыба и там выходили там уже это восьмиэтажные вольницы то давно понимаешь вот это такое запрет на это стеклянные полы и когда ты не была в кафе где стеклянные полы ходят официантки без нижнего белья вот как бы вот так как бы вроде как бы и да и нет это все потому что это очень консервативная замкнутая система настоящей жизни с чем замкнуть и общество первертию конечно чем с чем сейчас у нас больше замкнутся мы будем скоро будет пердет шоу пердим со звездами это клянулись просто я буду везти за канала супер что мы делаем сегодня пердим с ладо дэнс я был уверен и про пердим мелодию из кинофильма ну вот ничего хуже вот когда есть брюзжащие снобы и это мое любое слово ханжа когда вы когда на сковорении обсуждали вы просто ну гнобили у вас обезьянь и юмор вот этот новый юмор построенный на кривляне юра построенный на каком-то супер дешевым каламбуре юмор построены на вот игруша потому что мы так раз мы все наша команда была очень сарин работали мимикой тинь 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 меня тинь 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 бары девочки не ссорьтесь отвалива в образе даже вообще вашего федора двинятина вообще не принимали в начале, вас считали какими-то тоже так же фриками, как тебя. Конечно, и вот по этому поводу, как японцы. Но ничего ху, нет ничего плохого. Нас называли цирком. Вот что, это было главное такое, это цирк в кавычках. Уродов. Цирк уродов вас называли. Да, цирк уродов и цирк в кавычках, как что-то уничижительное. Отпускай ситуацию и пускай он сам это разруливает. У меня такая ситуация с Масляковым была. Пожалуйста. Не то, чем как бы славится великая Россия и советская страна до этого, когда мы одно из искусств было. А цирк в кавычках то, что мы показываем что-то животное и низкопробное. И я спину у рта доказываю, что это и есть, ну на этом построено весь мистер Бин, допустим. На этом построено очень много мантипайтов. Это построено, ну это азы. Почему мы отказываемся от этого? У нас есть и литературное что-то было и до этого, но мы же смеемся от падений. Почему мы стесняемся, ну почему... Потому что высокодуховная страна культура. При этом... Все должно быть почти как у японцев. При этом мы обожаем смотреть моего любимого Гогена Солнцева. Да. Которого я просто, я даже Андрею написал. Я смотрел сегодня интервью с ним когда-то, я не видел его до этого. Там был целый спич у тебя с ним по поводу Гогена. Но, не знаю, я вот это вот как бы... Я считаю, что это высшим пилотажем того, что можно при креативной идее. Выписка из больницы. Ты недолечилась. У меня выписка из больницы. Ты недолечилась. Да не обиду на меня. Мне кажется, как проходит этот штурм вот про... Сериалы про Гогена. Что мы еще не делали? Давайте побрем ее. Давайте, давайте она будет искать место у могилы. Давайте. У них свобода мыслей. Ты понимаешь? Вот там реально все, что угодно. Вот к Андрею надо обратиться, потому что там нету стопа. Цензура, да. Цензура, потому что вот в формате Гоген и Бабуля Терешкович может придумать все, что угодно. Но это же ужасно, понимаешь? Что только единственная вселенная, где-то у тебя полная свобода. Да, вот как бы вот... Не знаю, скоро, наверное, придумаем такую вселенную. Но ты бы мог работать в Малаховском проекте? Сто процентов, да. Но у меня, конечно, они взяли бы туда, наверное, неизвестные хотя бы. Ну, то есть, ну, подожди, но это же тоже фрик-шоу, классная задача. Ну, в каком-то, наверное, моей... Когда я ложусь спать, у меня есть некий такой крючок, что... Почему вот... Почему я не там? Я же там бы мог, просто мы пришли бы... Все скажут, что это дебилизация населения. Да, да. Моя мама... Первая же мама мне это скажет. Саша, это несерьезно. Ты... Вывод. Где мужская дубленка? Почему ты выглядишь, если мне от себя стыдно? И как тут... Ну, потому что, понимаешь, помнишь, у Шнурова было гениально, что нужно принять закон, чтобы водку продавали только людям с высшим образованием. Это, кстати, классная тема. Мне кажется, что это также про Гогена Солнцева, что смотреть на это, как на веселый трэш, или как на песни, там, группы Стрелки, которые, там, я обожаю вот по шлятину, по псу. Но ты это можешь обожать уже только на другом уровне, когда у тебя есть какой-то бэкграунд, там, не знаю, хорошей классической музыки, когда ты отходил в филармонию, или когда ты отсмотрел другие программы и знаешь другой юмор. Тогда ты можешь выйти на следующую ступень. Но если ты сразу попадаешь только на ступень, где Гоген Солнцев, то это, действительно, дебилизация. Хорошо. Я принял этот камень в мой грудной рот. Но я, видимо, и ржу над этим, потому что очень много всего знаю и видел до этого. Мне это безумно внутри весело. Но когда ты это продаешь людям, которые не видели столько, сколько ты, это безответственная продажа. Это продажа алкоголя людям без высшего образования. Все, 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 все. Все вообще. Какие анбры, все. Хорошо. В одном котле все равно, Ксюша, все равно мы будем в аду, в одном гигантском мясоцубке. Я ниже, я вела дом 2. Это ровно, вот понимаешь. Соколь ада. Ты будешь раздувать нам огонек. Вот, ребята, варитесь тут. Соколь ада. Ты будешь нам раздувать. Соколь ада. Окей. Еще одна очень важная тема. Юмор и политкорректность. Считаешь ли ты, что политкорректность вообще как бы убьет полностью юмор? Потому что у меня есть ощущение, что все равно мы двигаемся в эту сторону. Даже в России. Я знаю, что тебе очень нравится Руслан Белый. Классный, смешной. Но ты же понимаешь, что для какого-нибудь вандерзина, для какой-нибудь феминистки, ну, это прямо ад. Это сексист. Это адовые шутки. Это вообще невозможно и аморально. И то же самое, ну, там, Данила Поперечная, о которой мы уже говорили. Кому-то это заходит, кому-то прям вообще нет. Вот что ты думаешь на эту тему? Политкорректность убьет это все? Мы же явно всем миром движемся в сторону, что про черных нельзя, про геев нельзя. Понимаешь, что Россия пока просто еще провинция мира в этом смысле. В смерти как таковой я не вижу юмора вообще в ближайшие там сто лет. Проживем мы точно с улыбкой на лице. Но почему мне нравится позиция в юморе, допустим, Руслана? И в совершеннейшее абсолютно есть мой любимый... Сейчас ты пестуешь в техно Сергея. Чтобы съемка была модной, нужно, чтобы торчало ухо. Упожаю. Да, есть невероятнейший. Был. Он, кстати, сейчас немножко с... Как? Ну ладно, скажу слово, скурвился. Он все равно меня обозрёт. И сегодня мы поговорим про это нашумевшее в узких кругах шоу «Осторожно, Собчак», где она собрала каких-то непонятных мудаков и с ними обсуждали проблемы... Проблемы ЛГБТ в России. А похититель ароматов, ты не смотрела? Такой похититель... Похитющий аромуш, он себя называл. В инстаграме? Он делал обзоры на все светские тусовки. Он из Лондона, украинский парень, гей открытый, который просто, безапелляционно, ну, обсирал всех. Ну, как бы последними словами. Потому что он был в Лондоне, потому что ему ничего не прилетало. И все, и там мат-перемат. И когда вот, знаешь, наверное, меня подкупает именно вот эта абсолютно безапелляционность того, что вот не оглядывая меня назад, что она есть у Руслана. Вот сколько бы феминистские не били, сколько бы ничего, все равно он долбит и долбит и долбит. То же самое и с той стороны. И, наверное, меня это как-то... Ну, то есть его последовательность. Слушай, человек все равно долбит. Вот это меня... Вот это какая-то... То ли... Ну, во-первых, я его уважаю, потому что мы с ним прохавали очень много КВНовских лет. Параллельно там шли. Они ненавидели нашу команду, мы ненавидели их команду. И потом как-то все это сошлось. Ну, как вот бороться с политкорректностью и нужно ли с ним бороться? Ты же понимаешь, что там в Америке тоже пошутить как-то жестко про черных, будучи белым, нельзя. Да, это будет не смешно, учитывая их историю. Ты сам говоришь, там, про геев, совсем другое отношение к этим шуткам. Вот это же все равно зона, понимаешь, когда юмор, он должен быть юмор про все. Нет границ, безбашенность, любая тема, любой человек, любая трагедия. Вообще сто процентов согласен с тобой. Бла-бла-бла-бла-бла. Ну, да не... Да не убьет это... Не убьет? Нет. Найдем другой выход, клянусь. Это все... Ну, на каждую такую шутку Руслана Белого может стать женщина и показать Грачеву с отрезанными руками, изнасилованную какую-нибудь женщину и сказать, вот эти женщины страдают. А вы шутите про них? Вот эти женщины, которые находятся в мужском рабстве, столько веков, вы шутите про них? И на это как бы сразу ты как мудак стоишь и обтекаешь. Конечно. Ну, и что с этим делать? Обтекать. Ты как бы задал вопрос про то, что не убьет ли поликорректность юмор в будущем? Да нет. Ну... Мне кажется, и задача-то такой нет поликорректности, ну... Нет такой задачи, конечно, есть. Ну, условно, фем-сообщество хочет, чтобы над женщинами перестали смеяться вот в плоскости, что там, не знаю, баба дура, там, что она там тупая кизда, сексуальная и так далее, что нельзя так шутить над женщинами. Ну как? Это факт. Они добиваются того, чтобы таких шуток не было. Геи добиваются, чтобы про них не было таких шуток. Ну, это уже абсолютно... Черные добиваются, чтобы белые про них тоже не шутили. Потому что вы над нами издевались, мы были рабами, а вы опять сейчас шутите, что мой Паш, Даша Жукова, сидит на черном человеке. Да, я понял. Да, вообще сейчас. Вы чего? Смотри, Ксюша, я думаю, что появится новый герой. Сто процентов. Я думаю, что какой-то раскроется некий портал, допустим. Будет модно шутить про Сашу Олешка. Допустим. Ну, клянусь, все, это вот, чем больше давят, тем больше есть рамок, тем больше, вот как я закончил, я закончил Московский технический институт, у меня был диплом по штамповке некой детали. Вот чем больше давят, тем больше давление, тем в больших количествах металл расплывает в разные стороны. Мелкими струями, но их больше. Так и здесь. Он будет локальнее, но его будет больше. Ну, как бы тут завели, там вылилось. Ну, найдутся новые темы для шуток. Ну, а есть реально такие зоны у тебя внутри, которые вот тебе прям всегда не смешно? Ну, не знаю, может быть, мама твоя, о которой ты в каждом интервью говоришь, и я понимаю, что у вас там очень такая связь, и ты ее очень любишь. Ну, здесь как бы тоже несколько критериев. Допустим, есть опасные темы, после которых точно будет ответная реакция. Ну, опасные тут цензуры, нет, внутренние. Ну, наверное, про педофилию. Я... Ну, просто у меня выворачивается сердце, когда я... Ну, во-первых, я читаю, когда какие-то статьи, когда задержали того или иного педофила. Педофила, да. И когда есть шутки, и в телеграм-каналах, и еще что-то, когда, ну, есть куча каналов, где просто рассылаются мемы. У меня по этому поводу такое сжимается вот здесь. Не могу для себя... Сейчас я приготовила тебе прямо вот... У меня будет своя программа «Лига плохих шуток» с тобой. А ну, да. Я приготовила тебе разные шутки. Давай. Часть из них от всяких, ну, как бы... Про меня? Нет, причем не ты вообще. А, давай. Здесь есть шутки разных юмористов. Ну, соответственно, зашкварных и очень крутых разных. Твоя задача... Только ты используешь слово «зашкварных». Это все тотальные вчера. Давай, подчеркивай. Король хитера... А как сказать? Ну, ужасно, скажи. Ужасно. Кошмарно. Классный русский язык, он богатый. Ну, давай, он хочет говорить такими словами. А ты зашкварный. Ты хочешь быть молодежным? Нет, выбирай это слово. Ну, мне тоже 38 лет, мне хочется как-то... Да, перестань, ты хорошо выглядишь. Ну, пиздец. Значит, это... Все. Твоя задача сказать, хорошая шутка или плохая? О, я еще цензор. Ну, ладно, давай. Ну, подожди. Ты что, ты профессионал юмора? Ну, да. С какого боку? С какого берега? Ну, ладно. С какого? С любого. Хорошо, ладно. Ты же можешь придумать классную шутку. Ну, ладно. Талантливо, не талант, изящно или нет. А там уж как кто окажется, ты понимаешь. Можешь, если ты угадываешь, может быть, почерк человека. Давай, давай. Так. Ну, например. Если тебе лизнули зад, не расслабляйся. Это смазка. Ну, что? Может, у меня плохая подача? Нет, ты очень хорошо делаешь. Я должен как бы не засмеяться. Я должен угадать или хорошо или не хорошо. В принципе... Хорошая шутка или плохая? Нет. Плохая? Ну, да, да. То есть трэш? Ну, это в стиле... Говно шутка или классная шутка? Короче, говно шутка. Говно шутка. Михаил Жванецкий. Супер. Все. Я назвал говно юмором, назвал Жванецкого. Это на это и вывезется сейчас. Мне кажется, артизер. Это что, как называется это? В начале. Так, пожалуй. Это Жванецкий. У меня сосед заходил к соседке лет пять, и все было тип-топ. Пока жена не заметила, что соседка моет лестничную клетку его трусами. Ужас. Шутить про соседку. Двадцатый год. Позже. Просто. Тоже говно шутка. Евгений Петросян. Правильно. Я понял, почему в армии просыпаются в шесть утра. Потому что единственное, что хочется делать в шесть утра, это убивать людей. О, это как-то неплохо. Хорошая шутка. Руслан Белый. Я бы что-то догадался, потому что только про армию шутят. Хотя это классная шутка. Чтобы эффективно бросить пить, нужно соблюдать одно простое, но главное правило. Перестаньте наливать алкоголь себе в рот. Ну, это такое, что-то английский юмор. Это такое, что-то, да? Из разряда... У нас нет номинации английского. У нас говношутка или хорошая шутка? Утверждение, которое... Ну, понятно. Ну, да, наверное, не очень. Говношутка. Данила Поперечный. Так. Дальше. Лично для меня не так страшен приход конца света, как потеря конца скотча. Ну, ладно. Это такая подмечаловка. Ну, ладно, хорошо. Это ничего. Хорошо. Михаил Задорнов. Между прочим, да. Микробы медленно ползали по телу левши, с трудом волоча за собой подковой. Это весело. Немножко сейчас и справился Михаил Жванецкий. Да, про медленности, но это хотя бы про микробы, хотя бы про левшу. Хочешь новое, что это слово. Они не соседка. Спрашиваю, спрашиваю у мальчика, у вас в садике топят? Он сказал, нет, только в угол ставят. Ну, говношутка. Говношутка? Вот Петросян, он прямо, понимаешь, прямо вот тебя это. Так, единственное, что у меня вот здесь есть, морщина поперек живота. Потому что я сижу постоянно. Вы не понимаете масштаб трагедии. Это мягкий кусок жира, на котором появилась линия сгиба. Я превращаюсь в раскладушку. Ну, у меня херовая подача, а? Да, нет, но у меня как бы не весело. Ну, наверное, говношутка. Данила Поперечин. Что, что такое? Мы ему все... Ты зачем глаза закатываешь? Мозгом любуюсь. Ну, это такое что-то из краннего КВН. Какой-то анджельский джентльмен. Ну, говношутка или... Реприза хорошая. Хорошая. Петросян, говношка! АААА! Всё, всё! Всё, заголовок у меня есть, можем заканчивать. Саша Гудков назвал шутку Петросяна хорошей. Не снимай! Евгений Ваганович! Я всё временно готовий. У меня тоже есть, я же нашёл то, что не вошло в Лигу плохих шуток про тебя. Так. даже просила на самом деле я нашел то что не вошло про меня давая на меня туда не чем ксения собчак отличается от путаны уже смотри вот она соглашается все если и дать деньги а собчак если отобрать ну зачем но то что не вошло это ужасные шутки да я понимаю расстроилась реально не понимаешь мне концом с хорошей интервью бы саши ну подожди но не плачь только подожди но это то что не вошло мы же это не говорили про зачем ты так делаешь реально понимаю подожди а